Всем привет-привет! Хочу поделиться отзывом-обзором на парфюм Валькирия и Викинг, которые появились совсем недавно. Это новиночки наших каталогов. Мы заказали с мужем себе вот такую вот пару, да, парный парфюм, и на самом деле не пожалели. В каталоге номер 17, так, это 18-й, в каталоге номер 17 есть парфюмированная страничка на женскую туалетную водичку, на парфюм, а в каталоге номер 18, да, получается, есть мужская ароматизированная страничка, да, на парфюм мужской. На самом деле у меня изначально хотел очень сильно вальки, в этого Викинга муж. Когда мы были на форуме в Москве, он прямо вот ему воодушевился и очень ждал, когда же появится в каталоге парфюм от Фаберлик, ему очень нравится, это правда. И когда увидел то, что там парфюмированная страничка в 16-м каталоге на женскую воду, он говорит, ну, все равно заказывай Викинга, я хочу Викинга. И вот мы вчера забрали Викинга с Валькирией, ему прям очень она понравилась, очень классная вода, очень стойкая, ароматы прям вообще обалденные. Значит, что касается мужского парфюма, то здесь у нас получаются ноты замороженная мята, зеленое яблоко и древесный аккорд. Очень прикольные нотки, прикольно раскрывается. Мне очень понравился именно на мужа, да, как звучит этот аромат. И самое классное, что мне больше всего понравилось, когда я открыла упаковочки, коробочки, вот эти. Здесь деревянные натуральные крышки, они реально деревянные. Вот такие вот, прямо видно. Вот такие легенькие, прикольные. Аромат. Я люблю, я люблю такие ароматы, мне нравится. Он сначала, он очень сладковатый такой какой-то, потом немножко раскрывается по-другому, потом вот действительно, может быть, какое-то зеленое яблоко, мята, может быть, ощущаются, да, и древесные вот эти вот ноты. И потом он такой вот, как бы, и сладкий, и свежий одновременно. Мне понравился. Что касается Валькирии, Валькирия вот такая вот, ну, поменьше, да, тут получается 50 миллилитров у Валькирии. У нее апельсин Торока, Эдельвейс и Княженика. Ну, прямо такие ноты, прям вообще, действительно какие-то из эпохи викингов там. На самом деле прикольно, да. Тоже с деревянной такой вот крышечкой. Мы посмеялись с мужем. Он говорит, у меня вот 100, у тебя 50. Я говорю, ну, правильно, они же знают, кто больше брызгается парфюмом. У меня муж брызгает регулярно, по несколько раз в день, и везде, куда вот только идет, чуть ли не мусор выносит, и то брызгается. А я более экономична в этом плане. Я люблю парфюм, я люблю разный парфюм, и использую его по настроению. Именно поэтому мне кажется, что у меня должно быть его много. Значит, здесь у нас Валькирия. Очень мне нравится название. Хрустальный мерцающий аромат олицетворяет образ скандинавской девы-воительницы прохладными нотами княженики и апельсина Торока. В самом сердце парфюма Эдельвейс, как символ верности и отваги. Нежный гиацинт, как отражение любви и преданности. Заснеженные лепестки розы, словно холодная нордическая красота. Ну, прямо завораживает. А ролик, который сняли рекламный, это вообще бомба. Покажу его сейчас в конце. Посмотрите, я думаю, что очень понравится многим. Горячее сердце, нордический характер. И что касается Валькирии, то здесь, конечно же, мудрость женская, благородство. Очень красиво представлено. И это победители, победители за лучшую рекламную, за лучшее рекламное представление. И, конечно же, сам парфюм тоже очень дорогой в плане звучания. И, ну, как бы презентабельный, я бы сказала. Это, конечно, на мой взгляд, это вечерние ароматы, такие праздничные какие-то. И я думаю, на Новый год это будет отличным подарком. Ну, мы себе подарок уже сделали заранее, такой вот в виде парфюма. Ну, это, конечно, не последний подарок, но все-таки, да, любим делать такие подарки заранее. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Викинг и Валькирия. Новые парные ароматы от Фаберлик.